Всем привет, ребята! Как говорилось раньше, если мы наберём 150 лайков на первой серии, то вторая серия выйдет ещё сегодня. И действительно, мы набрали больше, чем 150 лайков на первой серии, и вот, ребята, это вторая серия за сегодня. Ещё раз выражаю всем отдельную благодарность за то, что вы поставили лайки, за то, что вы прокомментировали, и за то, что поддержали. И вот, ребята, вторая серия. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами снова я Десант. Мы продолжаем играть в Minecraft с бодом Pixelmon, и, ребята, сейчас мы, наверное, дальше пойдём прокачивать нашу команду. Потому что, в принципе, нужно прокачать, да? Это у нас уже какая... Это уже, ребята, у нас одиннадцатая команда по счёту, и... Ещё, в принципе, нормально тут так покемонов осталось. Ну да ладно. Летающих у нас уже... Хотя нет, ещё парочку летающих есть. Метагросс, давайте, красиво, посмотрим. Метагроссушка. Ох, на нём можно летать, да? Можно, офигеть. Так. Ну, в принципе, то, что летающих у нас уже нету, там, кто ещё... На Флайгоне можно летать, вот на Галете можно будет летать. И, в принципе, больше у нас уже летающих нету, поэтому, ребята, мне кажется, за Райквазой сейчас нужно идти. Ну, хотя бы попытаться её как-то словить, потому что больше летающих у нас нету. И потом, если она заспавнится, то фиг его, её нужно будет... Её можно будет словить, да? Ну что, ребята, идём... Хотя нет, пока что ещё нет. Нужно будет ещё пойти за Райквазой, потому что это вообще сдуреет. Давайте тогда ещё... Сейчас, пока... Пока-пока-пока я не выложил вот эти все ресурсы. Во! О, замечательно. Давайте пойдёмте, ребята, ещё сделаем себе немного Раркенди, чтобы уже было. В принципе, уже команда более-менее так прокачана, ещё немного, и можно уже её будет докачивать. Так, ну, что? Что нам нужно? Что нам... Так, яблочки нам нужны. Где они продаются? А, во, в этого чувака. Так. Яблочки, яблочки, яблочки и яблочки. Отлично. Так, сейчас... Ой. Это тогда ставим сюда обратно. Что мы ещё можем взять? Вот это мы можем взять, это назад. И вот это... Сахара уже нету. Нужно идти сейчас тростник ещё будет собрать. Так, ладно. Один, два, три, четыре, пять. Давайте посмотрим, сколько с этого получится. Так, так. Тридцать два. Это нужно всё вот. И вот тридцать семь получилось. Тогда, ребята, давайте ещё немного золота прикупим. Так. Так. Ещё, в принципе, сорок три у нас яблочко осталось. Ща мы, ребята, себе нахрена, чем тут раркенди. Если у нас, конечно, получится... Если у нас вообще хватит ресурсов. Ну, в принципе, глусота там нормально. Мы же недавно шли в ад. Поэтому, в принципе, хватит ещё должно. Так, это я сюда поставил. Отлично. Давайте тогда ещё чуть-чуть. Вот так. И вот так. Это вот. Отлично. Ща, ребята, мы себе тут сделаем кучу. Во. Ещё шесть осталось. И мы себе просто... А, да тут ещё было. Ну, ладно. Просто мы себе сделали кучу вот этих... Купили кучу яблок. И у нас есть куча алмазов, потому что мы много всего попродавали. И почему бы сейчас это всё не использовать. Так, это тогда вот сюда. Это ещё берём, это ещё берём. Давайте ещё тогда за тростником пойдём. Потому что у нас его уже, в принципе, нету. А там, случайно, в сундуках у нас нету тростника. Нужно сейчас будет посмотреть. Потому что я уже не помню. Ну, хотя, сейчас это тоже можно собрать. Как раз тут... Как раз у нас сейчас тут стак получится. Вроде. Должно хотя бы получиться. Так, во. Ща, это быстренько, быстренько, быстренько соберём. Сколько? Шестьдесят. Значит, где-то мы ещё не собрались. Шестьдесят два. И вот, шестьдесят три. Или оно... А, нет, всё, шестьдесят четыре. Отлично. Давайте ещё, ребята, посмотрим в нашей мельнице. А, да у нас тут ещё есть. Так, отлично. Я чё-то как-то и забыл. У нас тут и апрекон есть. Ну, давайте тогда вот поставим. Ща, ребята. Пойдёмте, сделаем себе кучу Раракинди. Если, например, у нас все покемоны с сорокового уровня. То есть, шесть покемонов с сорокового уровня. То нужно два стака Раркенди, чтобы сделать с них команду. То есть, ровно два стака. Но это уже слишком. То есть, уже лучше там прокачать к тому же пятьдесятому уровню. Но на стак Раркенди меньше потратить. Можно и так сказать. Так. Нет, ща. Где у нас Глоустон? А, вот. Это. И вот это. Шестьдесят четыре. Да ну нахрен. А, вот тут ещё есть чеснок. Я уже такой смотрю и думаю, нифига себе. Опять у нас Глоустон закончился. Так. Ну, в принципе, всё. У нас уже его толком, да и нету. Ща, давайте тогда. Это назад, это назад. Это назад сюда. И Глоустон. У нас пятьдесят семь Глоустона, ребята, осталось. После этого нам опять нужно идти в ад за Глоустоном. Но зато у нас полтора стака Раркенди есть. Отлично. Так. Чё мы ещё... Чё я ещё хотел сделать? Я уже не помню. О, Босяндры. Старли. Ну, Диглит, да. Кто же ещё? Ну, давайте за Старли. И как раз сейчас уже ночь будет. Попытаемся пойти за... За Райкваза. И вдруг заспавится. Вдруг нет. Полетаем. Может, в воздухе. Может, в воздухе нужно летать, чтобы она заспавнилась. Хрен его знает. Потому что я уже тоже много времени там провёл. Но... Оу. А где ты? Эээ... Ну, тебя я не знаю. Вот тут у нас... О, Гротул. Давайте его. Тоже попытаемся. Я его как раз вижу. Не пропадай. Не нужно пропадать. Ща. Кем бы его убить? Ну, камерапт. Ща попробуем. Как раз должен нормально так ему наносить урон. А какой он там, жёлтенький. Да. Сотый уровень. Нифига себе. А, ну, конечно. Если ты ещё хилиться будешь, там... Так мы тебя хрен убьём. Слушай. Прекращай ты вот эту. Эээ... Если ты будешь хилиться, конечно, мы тебя хрен убьём. Если у тебя там бесконечный хил, то что ты ещё и успеваешь и хилиться, и нас бить, то это вообще офигенно. Ну, а ща тебе метагроз... Чувак, хрэ хилится. Или он это мегадрайном. Что мне кажется, так и есть. Но зато мы его убили. Вот офигеть, а. Так, ладно. Домой. Ну что, давайте, ребята, попытаемся на Райквазу идти. Как раз сейчас ночь, сейчас полетаем. Заклинание, Райкваза, заспаунься. Вот тебе снежки там взяты, не знаю, сельникового периода. Вот тебе там какао-бобы, не знаю, выращены там на плантации. Не знаю, где-то вот там. Потом, на тебе два редстоуна, найденные в шахте. На тебе, чё это? Ну, как бы, не молоток, а... Ну, хрень его знать. Короче, на тебе там кувалду Тора, украденную в него. Парашют на тебе. На тебе бобы, где ты посадишь, и они вырастут до неба. На тебе шерсть, на тебе золото, на тебе всё. Всё, только заспауни нам Райквазу, зараза. Заспауни нам Райквазу. Не будь таким жлобом, не знаю, кому я ещё говорю, но... Заспауни Райквазу, Райкваза, приди, Райкваза, приди. Райкваза, приди, Sunflower Plains. Пожалуйста, ну, ну, хоть ты бьём, Sunflower Plains. Ну, заспауни Райквазу, ну, не будь тварюгой, пожалуйста. Я знаю, ты этого хочешь. Я знаю, ты сейчас заспаунишь. В течение двух минут ты заспаунишь Райквазу, я в этом уверен. Только тебя нужно поуговаривать, ты этого любишь. Я знаю. Мы Мью тоже так уговаривали. И потом она заспаунилась. Ну, тебя, походу, дольше нужно будет уговаривать, чтобы ты заспаунил Райквазу. Ну, всё, спауни, всё. Ладно, давай. Сразу, уговор. Спаунишь Райквазу, я сразу же выкидываю вот так пол вот этого... Вот выкидываю 24 алмаза в воздух, если ты сейчас заспаунишь нам Райквазу. Давай. Ну, Sunflower Plains, ну, пожалуйста. Сразу выкидываю алмазы. Прям, прям сразу, в воздух. Так, просто раскидываю. Только заспаунил нам Райквазу. Я уже запарился, нам Райквазу не хватает для всех покемонов в этой версии. Ну, исключая Мьюту и исключая Поригон, потому что Мьюту мы можем сделать в любое время. То есть, нам остаётся сделать машину и потом клонировать Мью. Ну, в Мьюту и Поригона мы тоже заспауним в любое время, потому что он сам не спаунется, но мы его сможем заспаунить. Поэтому давай. Райкваза нам не хватает, нам её действительно сейчас нужно. Ну, заспауни. Ну, ты, ну, Биом, ну ты чё, жлоб. Я не думаю, что ты жлоб, поэтому давай спауни. Вот, вот прям ща. Давай. И я, я вот так раскидываю 24 лома за воздух. Ну, заспауни ты, пожалуйста. Никак, ребята, не хочет он спаунить нам вот этот Биом. Может, он какой-то маленький, вот этот Sunflower Plains. Потому что вот тут парочку вот этих подсолнухов, там парочку подсолнухов и там, и всё, Биом заканчивается. Может, нужно какой-то больше найти, то есть, чтобы прям, 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 прям очень огромный он был. А не вот тут. Потому что фиг его знает, ребята. Нам вот как раз вот этой Райквазы не хватает, чтобы она, да ты чё, ещё и застрял. Нам красиво не хватает для полной коллекции. А нет, тут тоже Sunflower Plains. Вот тут. В принципе, да, тут такая небольшая полянка. Ну, в принципе, она, наверное, такой и должна быть, небольшой. Вот прям такая чуть-чуть. Ну, я знаю, что ты ночью спаунишься, ну. А вдруг он днём спауниться, прикиньте, ребята. Вот это облом будет. А я его тут ищу, как дурак ночью. Не, ну просто, в предыдущих версиях он же спаунился днём. Потом его сделали, что он спаунится на закате. Сейчас я читал, и, в принципе, мне говорили, что он спаунится, что, ну, Райкваза, что она спаунится ночью. Поэтому ночью так ночью. Нужно её ночью искать. Как видите, фиг она чё-то ночью спаунится. Так. Может, действительно, идём, ребята, домой, поспим и попробуем сюда днём прийти? Тупо по приколу. Вдруг она днём заспаунится? Может, ошиблись там, может, она действительно днём спаунится? Ну, это уже такое, знаете, это надежда на то, что там ошиблись кто-то, кто вот это всё делал. Ну, давайте, ребята, поспим. Заспаунится? Заспаунится. Нет, так нет. Потому что это уже, ребята, надоело, и нужно уже её ловить. Одного... То есть, как это сказать? Одной легенды у нас не хватает для полной коллекции. Тут наши заклинания. Давай, заспаунься. Ну, фиг его знает. Конечно, на то... Ожидание на то, что Райкваза спаунится днём, наверное, ещё меньше, чем то, что она спаунится ночью. Но всё же... Фиг его знает. Не такая же она и редкая, чтобы вот так спаунилась. У нас уже парочка Гроудоназа спаунилась, а парочка Мью, а Пьё, 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 вот что я вообще говорю. А про Кьюоргов я вообще молчу, потому что, ребята, вы знаете сами, если вы смотрели, сколько их там спаунилось. А Райкваза, та легенда, которая в предыдущих версиях за 10 секунд 20 штук Райквазы спаунилась, то сейчас то, что она хуже спаунится, чем Гроудон, то это, конечно, не очень, если честно. А может, она на закате спаунится, ребята? А может, действительно она на закате спаунится? То есть, не ночью, а именно, именно на закате. Так же, как она спаунилась в предыдущих версиях на закате. Но сейчас она вот тут спаунится, в Sunflower Plains. Я не знаю. Нужно потом будет посмотреть. Так, ладно, пока. Не хочешь? Не хочешь, ладно. Идём домой, ребята. Меняем Метагроса, на кого у нас там был он. Вот. Сюда. И, 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 и. И пойдём мы, наверное, дальше прокачивать. Вот смотрите, хотите прикол, ребята? Прям, если угадаю, то это вообще охренеть будет. Райкваза не заспаунилась. Мы сейчас идём на наш остров. И в первые 30 секунд нам сразу же спаунится Киогр. Или сразу же, как мы только туда заходим, спаунится Киогр. Вот, смотрите, смотрите. Вот, вот ща, вот ща. Щаас он заспаунится, ребята. Это такой закон полости. Сейчас их тут 5 штук тупо заспаунится. Смотрите. По всем краям вот этого острова. Там, там, там. Ща. Две минуты побегаем. Тут их столько будет, что это сдуреть можно. Это сама суть, то, что Райкваза никак не спаунится. А Киогр у нас же столько было, что это с ума сойти. Ну ща, смотрите. Сейчас их тут столько будет, что... Что вообще. Ща, ребята. Так. Давайте пока мы прокачаем. Да твою ж. А, нафига я электрода качаю? Нам уже не электрода нужно. А, точно, вот. Уимси-код. Нам уже его нужно прокачивать. Я что-то опять за электрода взялся. Так, ладно. Ща, мы быстренько, быстренько прокачаем. Точнее, сейчас Уимси-кода сколько ему там? Я надеюсь, я правильно говорю его имя, потому что у него такое имя. Уимси-код. Ну, я думаю, правильно, в принципе. То, что ему еще нужно 17 уровней. Потом. Потом, ребята, мы беремся за Галета. Он тут тоже, в принципе, нормально будет прокачиваться. А после Галета... После Галета, ребята, мы уже идем на Бишарпов качать камерапта. И кого еще там? И сало качать, точно. Ух, кого я там вызвал? Ну... Ты, конечно, гипно тут не очень, если честно. Ну, хотя... В принципе, долго, долго тобой качаться, поэтому... Ладно, давай, Уимси-код, Уимси-код, Уимси-код. До конца серии мы ему, конечно же, вряд ли прокачаем 50 уровень, что... Что действительно, вряд ли. Но постараемся хотя бы дойти к 40, 40, 40, 42-му. Ну, даже больше, мне кажется. Ну, хотя, ща посмотрим, не буду я говорить. Но он уже 39-й, поэтому уже... Да, дойдем, мне так кажется. Даже, может, к 45-му где-то. В следующей серии мы быстренько, как можно быстрее прокачаем Галета. И сразу же, ребята, ставим... И точнее, потом сразу же идем прокачивать на Бишарпах. Так. Ща. Там, если ща... Ой, че там? Если ща уже будет... Ну, практически закат, То пойдемте... Хотя, вряд ли, наверное, пойдем на Райклазу. Ладно, пока что не будем на нее уйти. Че, опять кончилось. Эм... Так, вылечимся. Давайте дальше прокачивать. Еще раз. За двух ударов. Но уже... Он уже 40-й уровень. Ему... Уже 41-й. Ни хрена себе тебе опыта там... Нахлестался прям опыта этого. Так. Еще. Сейчас уже 42-й. Нет, до 50-го все же вряд ли, ребята. Вряд ли. Но... Ща посмотрим. Опять кончилось. То есть, ну, в принципе, да, там столько... 10 ударов только, поэтому... Поэтому так быстро и кончается. Вот уже 8, 7, 6... Так. Ребята, я не знаю, кто-то вообще ждет... Кто-то ждал игру. Ну, в принципе, как ждал. Она еще не вышла. Но вообще, кто-то ждет игру. Вот эту, как она там называется... Ведьмак, да? Там какая-то там охота. Если ждал, то это хреново. Потому что я, в принципе, не прям-прям, что ее ждал. Но все же было интересно бы в нее поиграть. Но ее ребята опять перенесли. Это уже не знаю, какой раз. Уже второй или третий. Она вроде должна была выйти осенью. Как я помню. Ну, вот этого года. 2014-го. Она должна была выйти осенью. Но ее перенесли на зиму. То есть, она должна была выйти 20-го февраля. Ну, не 20-го приблизительно. А от 20-го к 25-му она должна была выйти. Вчера или когда поступила новость, ребята. Что опять игрушку под названием Ведьмак перенесли. Потому что они там уже почти что ее закончили. Но они хотят сделать очень офигенную игру. Чтобы не было багов. И они так и написали. Что когда мы ее создавали, то было все нормально. А когда создание игры уже подошло к концу. То мы заметили, что там очень много багов. То есть, таких небольших. Знаете, когда самые большие баги уже исправлены. И игра уже готова. То маленькие баги, которые раньше не были заметны. Сейчас уже стали заметны. Появилось вот таких очень много багов. И поэтому они решили перенести. Релиз игры. Потому что им нужно вот эти все мелкие баги исправить. И они, ребята, перенесли релиз игры не на день, не на два, а на три месяца. Твою мать, на три месяца. Ладно, там есть какие-то игры, да. Что, например, как вот Dying Light, который выйдет в январе. Он должен был выйти 27 января. Но объявили выход GTA 5 на компьютер 27 января. Поэтому Dying Light перенесли на 30 января. Чтобы, знаете, чтобы дохрененной конкуренции не было в тот же день. Потому что, например, если в один день выйдет GTA 5 на компьютер. И выйдет Dying Light. То подумайте, что больше люди будут покупать. GTA 5 или Dying Light. Поэтому они бы, наверное, разорились на том, чтобы... Что хотели выпустить игру в тот же день. Но, в принципе, они же быстрее объявили выпуск своей игры 27 января. Чем у Rockstar, да. Со своей GTA 5. Но Rockstar, они знают, что похрен. То есть, хоть там миллион игр будет выходить. Хоть там новый Assassin's Creed. Хоть там новый Far Cry, новый Call of Duty будет выходить в один день. То им похрен. Они назло объявят выход GTA 5 на компьютер. И будут знать, что... Что... Большая часть геймеров купит GTA 5 на ПК. Чем Assassin's Creed. Там, не знаю, новый или Far Cry 5. Или там еще что-то. Которые будут выходить в один день. Потому что... Rockstar, в принципе, они умные. Они знают, что GTA 5 самая продаваемая игра в истории вообще. Игровой индустрии. Поэтому... Они знают, что если они объявляют в тот день выход своей игры. В которой уже кто-то что-то объявил. То все же куплят их игру. А не ту, которую они уже объявили. Поэтому вот какие наглые, да. И поэтому вот. Дайн Клайк перенесли там на парочку дней впер... Оу. Перенесли на парочку дней вперед. А... Вот этот Ведьмака опять... Ты че издев... А, он в бою. А Ведьмака перенесли ребята на 3 месяца. То есть он там был какого-то 20 февраля. Перенесли его в май. То есть... 19 мая вроде ли 20. Перенесли его на... Ну, охренеть. Чуть-чуть меньше, чем 3 месяца. Там на пару дней меньше, чем до 3 месяцев. Да ты че издеваешься? Где же тебе... А, вот че. Ты тут залагал, коровушка. Ладно. Че, с ума сошел. Вот эти два стоят... Ладно, вот эти баги... Это такое, знаете. Поэтому, ребята, вот такая херня. Я уже думал... О, зима. После релиза Дайн Клайд. После новой Сейнс Роу. После... После чего там еще? После GTA 5. Если его все-таки выпустят 27 января. То потом, в следующий месяц, в февралю, выйдет Ведьмак. И можно будет погонять Ведьмака. Ага, хрен. Они там вдруг нашли парочку багов. Которые нужно исправлять, чтобы игра была... Прям идеальная, да? Чтобы не было багов. С одной стороны, офигенно. Но с другой стороны, то, что они уже второй или третий раз переносят релиз игры. И не на одну неделю, и не на две недели. А на 2-3-4 месяца. То это уже, знаете, какая-то хрень. И это уже теряет доверие к... К этим... Ну, как его? Теряет доверие просто-напросто к той компании, которая выпускает игру. Так же, как было с Watch Dogs. Его перенесли один раз практически на полгода. Его потом еще перенесли один раз где-то... Вот, видите, уже заспанился Киогр. Потом его опять перенесли. И еще один заспанился. Ты что, с ума сошел? Ну, как я говорю, ребята, сейчас тут куча Киогров начнет спаиваться. Но зато Райкваза никак не будет спаиваться. И потом перенесли еще раз на Watch Dogs. И потом еще на пару месяцев перенесли. И если даже так вникать вот в эту хрень, то, что они практически на год в общей сумме перенесли релиз в Watch Dogs, то игра получилась откровенно хренью. То есть, для меня я не считаю игрой хренью, но многие люди говорили то, что там хреновая графика, все порезали и все такое. И просто такой вывод, то, что если игру перенесли на год, то вы уже ее вот так должны там были доработать, что игра должна была бы идеальной быть. А вы ее перенесли на год и вы ее ухудшили. И поэтому, ребята, уже перед тем, знаете, большое доверие потерялось. Потому что, когда ты первый раз игру перезаказываешь, да, то есть, стоит там какой-то дата выхода, там, не знаю, одного месяца. Ты предзаказываешь игру и знаешь, что до релиза там один месяц остался. Но потом, когда у тебя уже предзаказанная игра и тебе... И потом игру переносят на полгода вперед, потому что они вдруг ее не доделали и только сейчас заметили, что ее охренеть, как много еще нужно доделывать и переносят опять на полгода вперед. Но ты уже не знаешь, что делать. Ты уже предзаказал игру, она уже должна была выйти, но вдруг ее на полгода вперед перенесли. Это уже хрень получается. А потом, когда тебе полгода проходит, ты уже знаешь, что вот сейчас выйдет эта игра, а потом ее опять берут и на полгода переносит. То это уже, ребята, извините, но просто какой-то хренью полной получается. Потому что человек заказывает игру, а потом ее на год вперед переносит. Так же, как с Ведьмаком. И поэтому ты уже знаешь, что... Что просто никакого доверия к этой компании быть не может. Потому что, если вы не уверены, что там все идеально в игре, то что уже можно ее полностью играть, но уже объявляете релиз, а потом этот релиз отменяете. Потому что оказывается, что вы уже закончили игру, что вы уже все исправили, что там багов нету. Но потом с теми багами, что вы исправили, появились какие-то мелкие баги, то это уже полная хрень получается. А когда вы опять вот это все исправляете, вы опять это все исправляете, то есть все, уже опять объявили релиз. И потом, когда за месяц до релиза, вы вдруг опять объявляете, что там опять куча багов неоткуда появилось с неба. Что опять нужно нахренеть сколько месяцев вперед переложить релиз, потому что их нужно все исправить. Поэтому, ребята, я уже не знаю. Это уже полная хрень получается вот с этими релизами, и вот эти издатели сами не знают, когда их выпускать. Сами не знают, когда все там работать будет. Поэтому, действительно, херня полная какая-то получается, и они сами не знают, когда вот это все будет работать. Ну, ладно. То, что с GTA V, я еще, ребята, не знаю. Что-то мне подсказывает то, что они хрен его выпустят вообще на ПК. Вдруг, ну, как бы уже раньше там объявили вот эти... То есть, как раньше было? Что все думали, что GTA V на ПК выйдет в тот же день, что выйдет на новые консоли. Там 18-го, не помню, ноября или какого там было. Все думали, что тогда она выйдет, да? И потом оставалось где-то пару недель до выхода на новые консоли. А то, что даже не подтвердили информацию о том, что GTA выйдет на ПК. И все думали, да тут пару недель выхода осталось до нового вот это, до GTA V. А еще даже не объявили и даже не подтвердили информацию о том, что она действительно выйдет. Поэтому уже были вот такие, знаете, хрени то, что уже многие люди думали, что она не выйдет. И потом, действительно, через неделю объявили официальную информацию о том, что GTA V на ПК не выйдет, а выйдет только там в середине зимы, а на новые консоли она выйдет. Поэтому уже, ладно, но тогда уже мы знали, тогда мы уже знаем точную информацию, что она выйдет там 27-го января. Ну, если сейчас, ребята, смотреть, до 27-го января, сегодня у нас какой, 9-е декабря. До нового года тут остался 21 день, можно где-то говорить. Потом, 21 день плюс 27 дней. Это уже получается сколько? 48 дней. То есть, полтора месяца, ну, приблизительно, я точно не посчитал, я приблизительно сказал, до этого, до выхода GTA V, если так считать, осталось полтора месяца. А она до сих пор, ребята, еще недоступна для предзаказа в Steam. То есть, стоит там себе GTA V, но даже на ней нету ценника, даже не показано, когда она выйдет, а просто стоит там себе GTA V и думаете, что с ней делать. Тигр, который выходит там через полгода, уже стоят в Steam, и на них уже есть ценник, и вы уже можете предзаказать, и через полгода она выйдет. А тут, охрененный проект, зажравшиеся рокстары, которые уже, в принципе, не думают, а знают, что GTA V самая охрененная игра в мире, самая продаваемая игра в мире. Они тупо-напросто зажрались, и им уже похрен, да, знаете. Они повысили цену, ребята, на GTA V до 2000 рублей. То есть, они знают, что самая продаваемая игра в мире, и им похрен. И хоть они повысят там цену до 10 тысяч рублей, найдутся такие люди, которые её купят. Потому что они знают, что самая охрененная игра в мире, и то, что им нихрена не нужно подтверждать, им нихрена не нужно объявлять, им нихрена не нужно доказывать. Они знают, что это самая охрененная игра, и её по-любому будут покупать, хоть там она через 5 лет выйдет. Поэтому, ребята, они такие уже, можно сказать, зажравшиеся. Они даже месяц до релиза GTA V, полтора месяца, они ещё даже не знают, сколько... Они ещё даже её не объявили в стиме для предзаказа. Но, ребята, это моё мнение, я тут рассуждаю, уже так завёлся, знаете, потому что это действительно просто уже бесит вот с этими хренями. Покупаешь одну игру на год, переносит, сейчас месяц до релиза одной игры. И по словам самой Rockstar, ну, самого Rockstar, они ещё даже в стиме не объявили её покупку. Но, я говорю, ребята, это такие, знаете, свои там баламутки, зажравшиеся компания. Ubisoft тоже думали, что они самые охрененные с Синскрином, с Синскридом, а сейчас она сфейлилась, и они сразу же объявили новую часть, потому что нужно её закрыть как-то предыдущую сфейлившуюся часть. Ну, ладно, ребята, на этом давайте закончим. Заспаунилась два Кюогра, но, как всегда, не заспаунилась Райкваза. Хрен её узнает. Да ладно, зато мы прокачали Уимсикота к 49-му, Электрода к 52-му, то есть два уровня ему прокачали, Гулету тоже мы три уровня прокачали. В принципе, к следующей части у нас уже должна быть вся команда, как минимум, 45-го уровня или 50-го, и потом мы уже, ребята, прокачаем. Да, максимально. Мы, в принципе, себе сделали, смотрите, и полтора стакана Аркенди, поэтому, ребята, давайте на этом закончим. Вторая серия за сегодня, поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.